Здравствуйте, мои дорогие! Спасибо, что вы смотрите и будете читать со мной слово. И, пожалуйста, сегодня откройте книгу от Иуды, первая глава. То есть там одна глава только, это одно послание в одной главе. И мы там будет чуть-чуть больше, 25 стихов. Мы, наверное, разделим и сделаем несколько видео, или два видео, если получится. Давайте почитаем вместе, если у вас есть Библия, я буду читать синодального перевода. И поразбушляем, конечно же. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Якова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, мир вам и милость вам, и мир, и любовь доумножаются. Смотрите, видите, приветствие какое, да? Приветствие, какое замечательное приветствие. Вот смотрите, вот я вот сейчас вас приветствую. Спасибо, что вы сейчас смотрите, спасибо, что вы подключились. Пусть будет милость вам, и мир, и любовь доумножается. Вот это вот я вам, я на вашу жизнь сейчас вот, на вашу жизнь я говорю, благословляю вас, чтобы у вас милость была Божья, мир Божий, и любовь Божия, и все это доумножается. Дальше прочтем. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание. Подвязаться за веру, однажды преданную святым». Смотрите, он говорит, что вам надо подвязаться за веру. То есть у нас есть вера, еще, еще, понимаете, надо подвязаться за веру. Что-то какое-то, проявить какое-то действие, да? Которое нам уже однажды, нам было открыто. Это однажды преданную святым, нам святым, через Иисуса Христа, который нас осветил, кровью своей, нам было дадено, и нам нужно еще подвязаться, да, с верой, за веру. Почему? Потому что «Ибо», написано, «Ибо вкрались некоторые люди издревле, предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Смотрите, повод к распутству. Есть такие люди, которые уже, вот, например, тут написано, «издревле предназначенные к сему осуждению», да? Издревле предназначенные. Есть люди, которые издревле предназначены, потому что Господь уже знает, кто сделает какой шаг, кто изберет какой путь. А Господь уже знал, что Исаа продаст за похлебку Иакову первородство. Понимаете? И написано, что Он возлюбил Иакова и возненавидел Исаава до того, как они еще родились, потому что Бог знал, Бог – это Бог времени. И Он знал, кто что изберет. Иаков оценил, а Яков оценил, что такое благословение Бога, кто такой Бог. И Исаав, ему больше совершенно дела не было. И он так ходил, смотрел, он там был этим охотником, короче, он там ходил весь в своих заботах и в своих личных каких-то устремлениях и в своих личных интересах. И совершенно не передавал значения. И когда ему он уже похватился, было уже поздно. Поэтому, смотрите, Бог знает, и уже есть люди, которые сберут, понимаете, ходить нечестиво, да? И написано, понимаете, «Ибо вкрались некоторые люди издревле, предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа, отвергающие единого Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Смотрите, люди, которые говорят, ну, есть много разных путей, все придут, все будут там с Господом на небесах, все придут, да? Есть боги такие, есть разные боги, поклоняющие разным богам, отвергающие единого, вот есть единый Владыка Бога, творец земли, да? И есть единый, только один Господь наш Иисус Христос. Почему Он Господь? Почему мы Его называем Господом, да? Господь, это значит, Он Господин, Он Владелец. Он, понимаете, когда мы даем себя в предназначении Иисуса Христу, Он с нами является Господом, Господином, понимаете, да? И сейчас, вот мы же, мы люди Нового Завета, и Сам Владыка, Единый Господь Бог отдал все Иисусу Христу, то есть имени Иисуса Христа, то есть все отдал Христу Иисусу, через Его имя мы можем подходить, приходить к трону всемогущего Бога, через Иисусом, Иисусом Христом мы движемся, им живем во славу Его, и Он есть, является Господом, Он есть, является и Адонай, и Бог, понимаете, да? И люди отвергают, да, повод к распутству. Когда человек не приходит к Единому Богу, Единый Бог не может вселиться внутрь человека и жить, и творить через Него, и чтобы законы Божии, да, и обетование Божие, не обетование, а заповеди Божие, чтобы работали через нас, когда Господь в нас живет и работает через нас, свои заповеди про нас через нас проходят, потому что мы явились Его сосудами, Его детьми, тогда и обетование в нашей жизни работает, да? И вот они, смотрите, повод к распутству. Что такое распутство? Распутство, значит, человек, он пошел на все пути. Смотрите, распутство, путь, да, а вот это размножение путей, много путей, много разных путей. Поэтому вот это распутство, оно еще относится к тому, что люди говорят, что много, много путей. Вот есть такой проповедник в Америке, и он сказал, да, много путей, много путей ведут к Богу. Это совершенно, я думаю, даже человек не может называться последователем Христа, когда он такое говорит. Понимаете, да? Поэтому есть такие люди, нечестивые, смотрите, дальше слушайте. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из Египетской, земли египетской, потом не веровавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Значит, из этого мы понимаем, что есть день такой, суд великого дня, есть будет великий день, и будет в этом великом дне суд. И дальше мы знаем, что есть ангелы, которые не сохранили своего достоинства. Есть у ангелов достоинство. Ангелами с твоими ты творишь духов, например. Вот их достоинство, вот они, ангелы приставлены, например, они охранители, защитители, и они приносят новость, они приносящие известие тоже. То есть Господь использует ангела. Вот мы знаем, у меня же есть видео про ангела, поэтому посмотрите еще раз, это специально посвящено ангелам. И вы смотрите, есть ангелы, которые не сохранили до своего достоинства быть ангелами. То есть они ослушались, те, которые ослушались Божьего, закона и Божьего предназначения для них. И они сделали это совсем не то, для чего Бог их создал. Но оставившие свое жилище, есть у них жилище, есть у них место. Мы про это не так, нет много сведений за это, про это, жилище, какое жилище, где жилище, но мы знаем, что они находятся на небесах, на небесах находятся. Помните, Павел говорил, что я был вне тела или в теле, он не знает, он был в третьем небесах, в третьем heavens, ну как в небесах, да? И мы дойдем еще до этого писания, будем очень хорошо разбирать это. Смотрите дальше. Избавив народы из земли, египетской, потом неверовавших, погубил. То есть Господь будет говорить, Господь говорит, даже если люди, которые все время какие-то сомнения, не веруют, идут против Бога, идут против Слова Божьего, спорят. Понимаете, все время это происходит. Дальше смотрите, как вот это происходит, да? Он сравнивает, говорит, как и Содома и Гоморра и окрестные города, подобно им, блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни, огня вели вечного, поставленный в пример. Смотрите, к распутству, да, начали сказать, что благодати не взяли и перевернули это в распутство, да, в разные пути, разные там, тут разные нечестивые духовные пути, нечестивые поклонения там идолам, например, там может быть, там может быть какие-то сексуальные очень распутства, конечно же, такие похотливые, где похоть пошла. и переводится в пример, что Содома и Гоморра, почему вообще, у меня был вопрос, мы с мужем разговаривали, я говорю, ты мне скажи, вот что ты думаешь по поводу, почему вот Иисус Христ, вот Бог взял и вообще уничтожил, уничтожил, посылая огонь, раскаленные угли, вот это все, он, эту всю землю, он просто совершенно и Содома, он Гоморру и уничтожил, вы знаете, они же жили, грешили, грешили, этот грех, этот лод там, бедный страдал, он это видел, и жил, он избрал эту землю, ну вот так, вот он там жил в этом нечестии, вот в этом страшном блуде и нечестии, в нечистоте, но все-таки он взял Господь и все-таки уничтожил, и вот какая была последняя капля, почему, вот что побудило, Господа взять и уже совершенно расправиться и уничтожить, потому что это уже до мозга костей, как говорят, вот знаете, здесь такое выражение, до мозга костей человек уже совратился, уже там уже человеческого не осталось, там уже демоны вселились в них и демоны через них орудовали и жили вот в этих орках, и последняя капля явилась, все, что смотрите, за что? за то, что смотрите, что они сделали? Вы же, наверное, уже сами ответили, да, что они сделали? Потому что они, Они что делали? Ходили за иною плотью, иная плоть, это говорится об ангелах, то есть об ангелах они уже захотели иметь вот это, они увидели гостей, и они опознали, что это не земные существа, они увидели, они похожи были на земные, но они увидели, что это какие-то иные плоти, и они захотели ходить за этими, то есть они хотели иметь вот такой разврат с ними, и они подверглись казни вечного огня, они поставлены в пример. Так написано, точно так будет и сими мечтателями, которые оскверняют плоть, вы смотрите, оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, дабы запретить тебе Господь. А сие злословят того, чего не знают, тоже по природе, как месловесные животные, знают, чем расслабляют себя. Вот мы остановимся здесь, я сделаю дальше остальное видео, уже отойдем отсюда. Там будет, конечно, будем просить Иисуса Христа, Господа, через нашего чудного учителя, учешителя Духа Святого, чтобы раскрыл нам тайны своего слова. Вот такое вот сегодня слово, читайте, разбирайте слово, ищите глубины, знания. Вы знаете, Господь даст эти вот знания для нашего, знаете, назидания, исправления написано, для нашего блага. Поэтому, когда мы изучаем, исследуем слово Божие, оно нас обогащает, мы становимся богатыми изнутри, и вот это богатство, которое исходит изнутри, оно нас окружает и физически, оно воплотится в физическую жизнь. В этом я живу, и это я знаю, понимаете, духовный мир наиболее реальный, еще более реальный, чем наш простой обывательский физический мир. Будьте благословенны, да, пусть Господь явит свою любовь, милость, благодать и мир, и оно все приумножается, как сказано вот именно в этой главе от Иуды. Спасибо, слава Господу, Аллилуйя!